приветствую всех на канале сегодня у нас на распаковке прожекторы такие прожекторы я раньше покупал и вновь покупаю дело в том что они хорошо проработали показали нормально не перегорает светит ярко вот особенность их 50 ватт стоит недорого вот это в принципе готовое решение только шнуров нету до сетевых но у меня столько этих шнуров что некуда девать их с разборок остались так что это не не проблема даже вот я что хочу сделать я хочу сделать более мощный прожектор объединив два про дектора вот эти прожекторы сейчас я покажу имеют вот такие отверстия сбоку со всех с четырех сторон вот я вначале не придала этому значение но потом когда я захотел сделать что вообще заметил что они отверстие эти совпадает и так и так то есть получается вот это как бы элемент огромные матрицы можно создать большой матриц и соответственно получится но сколько угодно большой прожектор и сколько угодно большой яркости мощности данные прожекторы по 50 ватт как здесь указано на 240 вольт вот есть варианты на 12 вольт на 110 вольт и 100 ватт и 30 ватт но разные соответственно стоит это недорого так что давайте попробуем объединить и сделать один сначала я постараюсь сделать два в одном то есть объединить два прожектора посмотри как это получится а потом мы объединим может быть и четыре и больше прожектора то есть получится мощная панель открыл прожектор тут у нас что имеется драйверы но я по интернету погуглил ничего не нашел какие-то секретные ошибка драйвера не непонятно у нас здесь предохранитель обычный и предохранитель термо если это перегревается то предохранитель срабатывает и соответственно прожектор не сгорит но тем не менее я думаю что полезно будет сделать дополнительный теплоотвод потому что в принципе вот эта жидкая основа тонкая металлическая мне кажется недостаточно поэтому я вот здесь сделаю два отверстия прикреплю алюминиевый теплоотвод прожектор получился на славу очень доволен так работает все отлично значит мы уже видели что эти два прожектора отдельно по 50 ватт я соединил винтами и гайками так а все остальное тут что еще я добавил это подставка от разобранного старого монитора отличная подставка знаете вот прожекторы которые в продаже есть и на алиэкспрессе там дерьмовая скажем подставка там постоянно падает этот прожектор бедный в общем ерунда полная так здесь шикарная мощная подставка она не шелохнется на столе никакие не смахнете все отлично это держа подставка который держит монитор поэтому легкий прожектор он тем более будет держать кнопка это единственная вот с алиэкспресс купленная деталь это вот эта кнопка все остальное с разборки то есть включатель его здесь сделал мне это удобно так они на самом прожекторе вот далее что у нас тут еще добавил так если это видно будет как сделать так чтобы видно было вот вот так будет видно да это у нас радиаторы то есть добавил радиаторы для того чтобы улучшить охлаждение все таки вот основа металл очень тонкий и недостаточно для хорошего эффективного отвода тепла так как я собираюсь использовать его постоянно прожектор то соответственно нужно хороший теплоотвод опять же вот эти радиаторы я взял с разборок со старых телевизоров и других техники схлама скажем так вот они тут как влитые вошли так но и принципе все шнур тоже от телевизора и все такое то есть из хлама плюс небольшие доработки такие прожекторы стоят очень дорого и на алиэкспресс и у нас в продаже так что есть смысл делать самому тем более получилось на славу то есть вращается в любом положении ставим вот не экономил на материал все материалы качественные естественно для себя же вот и радиаторы вот здесь вот теперь хорошо видно до теплоотводящие но все хорошенько заизолировал крышку не стал делать даже крышка это дополнительное ухудшение теплоотвода вот пусть так стоит для меня самое главное чтобы он хорошо работал но и так особо незаметно вот еще можно применять для ремонта строительного скоро лето ремонтировать будем со строительными они там конечно они убьют и вообще строители которые без инструмента вообще нельзя пускать давать это значит разглядяя и не мастера никакие вот халтушке так называемый вот кроме того для фото сессии для фотографирования фото фонари очень дорогие вот и это хороший вариант настоя напольный то есть дает свет снизу да тоже то есть очень доволен вот этим фонарем дело для себя дело под свои нужды вот так но и для съемок видео это тоже шикарная вещь сейчас освещение у меня отдаленно находится подвешено и закону физику квадрат расстояние ухудшается освещенность поэтому я так он стоит на столе я его легко подставляю поближе когда во время съемки легко убирая вот отлично спасибо всем за внимание подписываемся на канал будет много чего интересного пока и и и и и